Огненная гора. Пламя рвется из земных недр. Ему не страшны ни дождь, ни снег. В незапамятные времена первые поселенцы пришли на свет этого огня. Главная ценность первобытных людей. Чтобы добыть его, раньше они изнуряли себя трудоемкими операциями, а потом берегли, как зенит сока. И вдруг такое чудо. Чем тогда могли его объяснить? Только волей богов. Так Огненная гора стала храмом, вокруг которого вырос город. Город больших огней. Баку. Сердце Азербайджана. Баку. Город на берегу Каспийского моря. Как точка пересечения традиций Европы и Азии. Издавна привлекал к себе внимание разных народов. Владеть стратегически удачно расположенным местом пытались многие. И персы, и римляне, и арабы, и турки, и русские оставили свой след в истории этого древнего города. Сердце Баку и Черишихер. Внутренний или старый город. Бакинцы называют его просто крепостью. Главная достопримечательность крепости – Девичья башня. Когда-то ее стены разбивались Каспийские волны. Но позже море отступило. Сооружение массивное и брутальное. Несмотря на свое романтическое название. По поводу него, кстати, существует более четырех десятков легенд. Согласно одной из них, во время войн отважные защитники города укрывали в башне самое дорогое, что у них было – дочерей. До сих пор историки спорят о предназначении Девичьей башни. Большинство видят в ней крепость. Но есть и те, кто считают, что башня не имеет никакого отношения к обороне. Ставят под сомнение название и видят в ней скрытый сакральный смысл. По их мнению, башня имеет прямое отношение к культу поклонения Солнцу, что роднит ее с египетскими пирамидами и вавилонскими зиккуратами. У окна, которые многие считают бойницами, на самом деле необходимая деталь солнечного календаря. Дело в том, что 22 декабря, в день зимнего равноденствия, первые лучи, встающего над Каспием Солнца, проникают точно в центральное окно Девичьей башни. Эта башня была и храмом, и темницей, и крепостью, и даже маяком. Ее начинали строить еще в доисламский период. Дошли где-то до середины. Мы закончили уже в 12 веке. Вот здесь хорошо видно, как изменилась кирпичная кладка. Теперь башня – это музей, а на крыше прекрасная смотровая площадка. Молодой мэр старого города, Микаил Джабаров, увлеченно рассказывает о том, что историческая часть Баку уже стала современным туристическим центром, без какого-либо ущерба для памятников старины. Наша задача – это сохранить Ичарь-Ичагарь таким, каким мы его приняли и получили от наших предков. Возможно, отреставрировать без какого-либо излишнего вмешательства те памятники, которые остро в ней нуждаются. Работа, которую мы осуществляем, в первую очередь, это создание современной туристической инфраструктуры, потому что старина старинной, но в 21 веке люди хотят получать тот уровень услуг, к которому они привыкли на ежедневной основе. И это разговор идет как и о традиционных бытовых услугах, так и о таких вещах, как высокоскоростной интернет или же система передвижения транспорта. В этом отношении делается достаточно много. Старый город практически без грима был представлен в культовых советских фильмах. На этих улицах снимали и «Человека-амфибию», и «Тегеран-43», «Айболит-66» и «Не бойся, я с тобой». Но самая известная картина – «Бриллиантовая рука». Гайдай решил снимать Стамбул в очери Шехер и не ошибся. Тут падали Никулин и Миронов у аптеки, здесь теперь образовательный центр. Было сказано легендарное «Черт побери». «Черт побери!» Ильхама работает здесь преподавателем информатики, но, отвечая на вопросы туристов о похождениях героев любимого фильма, стала еще и экскурсоводом на общественных началах. Эти молодые люди приехали в Баку из Москвы в планшете описания старого города и, конечно, место, где снимали кинороман и «Жизни контрабандистов». Ну, снимай вот так, я сижу вот так вот, я же так вот сидел. Я же смотрю, но тут должен идти Миронов. Старый город – это еще и ансамбль дворца Ширваншахов, правителей древнего государства на территории современного Азербайджана. Он включает в себя и сам дворец, главное здание ансамбля, диван Хане – место официальных приемов и государственных совещаний, фамильную усыпальницу Ширваншахов, мечеть с миноретом, мавзолей Саида и Яхи Бакуви – потомка пророка, религиозного деятеля, философа, математика и астролога. Построенный в 15 веке комплекс является одним из охраняемых ЮНЕСКО мировых памятников средневековой архитектуры. Для своего времени дворец был чудом строительных технологий. В Баку и сегодня строят комплексы, которым могут позавидовать зодчие всего мира. Над городом возвышается три небоскреба, как три языка пламени на гербе Баку. Комплекс Flame Towers благодаря огненной концепции и расположению не испортил, а лишь подчеркнул дух столицы. Это акцент на суть Баку. Город развивается не в ущерб прошлому. Мечеть Бибейбад – духовный центр мусульман всего региона. Она была построена в 13 веке над гробницей одного из потомков пророка Мухаммада. В 30-е годы, во времена коммунистического богоборчества, мечеть снесли. Три взрыва понадобилось для того, чтобы сравнять с землей эту святыню. В первозданном виде мечеть восстановили лишь в 1998 году. А это тоже Бибейбад – отнименное, старейшее в мире промышленное нефтяное месторождение. Эти вышки тоже символ, без которого нельзя представить Баку. Когда здесь начали добывать нефть, никто не помнит. Да и добывать – это громко сказано. Долгое время она сама выходила на поверхность. Оставалось только ее собрать. Так же, как и на Огненной горе, тут и там, на Абширомском полуострове, из-под земли вырывался газ, который вспыхивал при соприкосновении с кислородом. В одном из таких мест, расположенном в 30 километрах от центра Баку, пламя не гасло несколько веков. Вокруг него расположился Храм Огня, первое письменное упоминание о котором относится к 3 веку нашей эры. В разное время он почитался зараоастрийцами, индуистами и сикхами. Сейчас здесь музей, но сотрудники говорят, что паломники из Индии приезжают до сих пор. Причем в храме не только молились. Вокруг алтаря жрецы построили постоялый двор. Здесь была и гостиница, и парковка для верблюдов, и даже биржа. За крышу над головой купцы платили жрецам солью и золотом. Ушли огнепоклонники из этих мест после того, как сюда пришел большой капитал и большая наука. Рядом с храмом появился керосиновый завод. Одну из келей занял Дмитрий Менделеев. Здесь он исследовал свойства газа и нефти. Тогда столб огня, который бил из земли тысячелетия, погас. Жрецы решили, что это наказание за грехи и покинули храм. Но на самом же деле неугасаемый огонь исчез, потому что началась промышленная добыча полезных ископаемых. А лет 20 спустя Баку ждал настоящий нефтяной бум. Разработка нефтяных месторождений сделала Баку в начале 20 века мировым промышленным центром. Появилась торговая улица. Сейчас она выглядит вот так. Представительства промышленных компаний росли, как грибы после дождя. Сюда приезжали самые успешные предприниматели. Ученые с мировым именем, актеры, режиссеры и архитекторы. Тогда же сюда прибыли предки таких знаменитых уроженцев Баку, как всемирно известный музыкант Мстислав Ростропович и физик Лев Ландау. Лауреат Нобелевской премии. Да и сама эта премия вряд ли существовала бы сейчас, если бы не более чем успешная деятельность Бакинского товарищества нефтяного производства. Братьев Альфреда, Людвига и Роберта Нобелей. В те же годы здесь появился русский театр, существующий и поныне. Посещать его, как и век назад, в Баку хороший тон. Баку – это такой плавильный котел, в котором, по-моему, замечательно существуют разные культуры, разные религии и разные взгляды на жизнь. А это уже музей современного искусства. Он был открыт в 2009 году. Уникальный дизайн музея, автором которого является известный художник Алтай Садыхзаде. Огромная экспозиция авангардных картин и скульптур. Частые выставки мастеров с мировым именем уже сделали его визитной карточкой столицы Азербайджана. Особое место занимают работы, созданные под влиянием бакинской специфики. Город и люди, какими их увидели местные художники. Но такими ночные улицы Баку еще не изображали. Это действительно столица Азербайджана. А не Лондон. По проспектам города носятся лондонские хэбы. Теперь в Баку несколько тысяч таких такси. Пожалуй, самые удобные для пассажиров автомобили появились здесь всего чуть более полугода назад. Практически вытеснили участников и, в общем, стали визитной карточкой по кухне. Рамиз – водитель такси уже 15 лет. Ему достался первый бакинский хэб. За рулем этой машины как-то прокатился президент Азербайджана Ильхам Алиев. Говорят, главе государства понравился автомобиль. Рамизки пришутит, рассказывает туристам, мол, раньше хэб возил президента. На бортах почти всех хэбов в свете огней Баку – логотип музыкального конкурса Евровидения. Рядом слоган конкурса – «Light your fire» – вольный перевод на русский – «Жги». И Баку будет, что называется, зажигать. В этом мало кто сомневается. Город огней как-никак. Этот триумф Германии Эльдара Касимова и Нигер Джамал стал началом нового проекта, который сразу же вышел за рамки музыкального конкурса. Победа дуэта «Эл энд Ники» сделала Азербайджан страной-хозяйкой Евровидения 2012. И конкурс сразу же стал национальной идеей. Баку и до начала подготовки к музыкальному форуму строился бешеными темпами. Но после победы они возросли в разы, хотя казалось, куда уж быстрее. Пиар-менеджер Евровидения в Азербайджане говорит, что для страны столь масштабное мероприятие – отличная возможность показать свои лучшие качества миру. Ведь такого рода культурное событие проходит впервые с момента обретения независимости. Мы хотим, чтобы для каждого посетителя города этот фестиваль остался на долгие годы в памяти. И в будущем, когда через 10 лет, 15 лет, когда люди вспоминали Евровидение, которое проводилось в Баку, они вспоминали это с улыбкой, с большим теплом. Для того, чтобы провести конкурс, в Баку реконструировали и построили десятки объектов. Но главный – это концертный зал «Кристал Холл». Действительно, бриллиант Евровидения. Многогранный кристалл концертной площадки возвели всего за 8 месяцев. Сложнейший международный инженерный проект завершился успехом. Теперь это здание вмещает 25 тысяч человек. И здесь пройдет один из самых грандиозных и зрелищных финалов Евровидения. Здание возвели на месте причала старой военно-морской базы. По сути, властью били сразу двух зайцев, решили экологическую проблему, но не место в военной базе в центре города. И нашли идеальную площадку для нового современного комплекса, который органично вписался в архитектурный стиль столицы и стал логичным продолжением площади государственного флага. Высота этого флагштока – 162 метра. А флаг, что реет над городом, размером чуть меньше стандартного футбольного поля. И, конечно, здесь надеются, что в очередной раз такой флаг, ну, конечно, поменьше, будет в руках победителей конкурса Евровидения 2012. За 15 лет Рамис выучил все Бакинские улицы. Карта ему не нужна. Но, говорит, строят так быстро, что облик знакомых проспектов меняется чуть ли не каждый месяц. Утром проезжаю, этого не было. Вечером смотрю, что-то появилось. И самому неожиданно. А я представляю тех, которых здесь минимум год. Вот девушка за рулем. Очень изменения прекрасные. Я так думаю, через максимум год, когда сейчас сама, так, да, красиво. А через год вообще, наверное, вы удивитесь еще больше. И вообще многие приезжают. А которые, наверное, первый раз приезжают, вообще супер, как говорится. Алла из России учится в Азербайджанской дипломатической академии. Будущий магистр международных отношений. Проводит для нас экскурсию. А вот здесь мы обычно готовимся самостоятельно к занятиям. Это называется диван-рум. Потому что здесь, как вы видите, много диванов. И обычно студенты собираются в группы, проводят дискуссии, обсуждают занятия, работают над проектами. В холле флаги государств, граждане которых получают образование здесь. Студенты из разных стран учатся и общаются между собой на английском. Алла в России закончила педагогический университет. Успела даже поработать преподавателем. После стажировки в США решила получить второе образование и выбрала Баку. Я вижу себя работником некоммерческой организации, какой-то международной компании. Собственно, поэтому я поступила в эту академию. Наряду с получением образования здесь я также получаю знания об этом регионе. И большинство международных студентов, которые приезжают сюда, основная цель – это получить знания и стать экспертом о регионе. Когда ты можешь изучать все прямо на месте, и это, я считаю, что это имеет большой вес. Дипакадемия открылась в 2006 году. Ректор вуза, бывший посол Азербайджана в США Хафиз Пашаев, говорит, несмотря на юный возраст, репутация академии стремится вверх, как новые небоскребы столицы. Уже началось строительство нового комплекса академии. Ректор показывает макет. Инновационная площадка, которая включает в себя и кампус, и аудитории, библиотеку и парк появятся в ближайшее время. В Баку не терпят долгостроя. Почти две трети энергии, используемой в этом комплексе, будет идти из геотермального источника. На глубине 13-15 метров температура всегда постоянно где-то в районе 13 градусов. И вот эффект разницы используется зимой на нагревании помещений плюс 13 по сравнению с нулевой температурой. А летом эта разница используется на охлаждении этих помещений. Это очень интересная технология. И, конечно, в нашем случае, я вам скажу, что здесь пробурено уже 290 скважин. Каждый из них по 130 метров. И уже как бы все сделано, уже накрыто. И сверху вот этой площади планируется сделать озеро. То, что в Баку начинают использовать альтернативные источники энергии, несмотря на обилие традиционных углеводородных, Событие знаковое. Хотя нефть остается важнейшим фактором экономики Азербайджана. Опережающими темпами развиваются отрасли высоких технологий. В текущем году доля ненефтяного сектора составит без малого 60% в структуре ВВП страны. А приток инвестиций все больше идет в масштабные инфраструктурные проекты. И вот еще один, на сегодняшний день, пожалуй, самый амбициозный. Во время первого нефтяного бума в конце 19 века на востоке Баку появился черный город. Промышленный район, где добывали, перерабатывали и хранили нефть. Посетивший его в 90-е годы 19 века, писатель Максим Горький потом с ужасом вспоминал землю, всю залитую жирной нефтяной слизью, усыпанную обломками железа. Черных изнеможденных рабочих, чьи бараки были похожи на жилища доисторических людей, вымазанных в нефти ребятишек, которые напоминали мрачную сказку о детях, кляну братьев-людоедов. В советское время, по мере роста азербайджанской столицы, так получилось, что из окраины черный город оказался в центре Баку. Более чем 200 гектаров за целый ветв загрязненной земли отнюдь не украшали город. И несколько лет назад руководство страны решило реализовать уникальный и технологически сложный проект по регенерации промзоны – сделать черное белым. Этот действительно потрясающий проект после завершения строительства станет и домом, и местом работы для 50 тысяч человек. Фактически будет построен город в городе. 10 районов – это торговые центры, офисные здания, парки и бульвары. По оценкам экспертов, проект «Баку-Уайт-Сити» – это пример эффективного использования земель и современного, так называемого «зеленого» подхода к городской инфраструктуре и архитектуре. В рамках этого проекта с нынешних 4 километров достигнет 10 знаменитый Бакинский Приморский бульвар. Уже сейчас он выглядит вот так. А вот похожий на вычислительный центр объект. Серверные шкафы, компьютерная консоль, электродвигатели и насосы – это сердце главной достопримечательности Приморского бульвара – фонтана «Семь красавиц», расположенного на пути в Дома правительства. Итальянцы совместно с местными инженерами сделали действительно чудо. Фонтан «Семь красавиц» стал новым символом Баку, который сочетает стремление ввысь и пламенную страсть города больших огней. Редактор субтитров А.Семкин